5 тысяч мостов, путепроводы и водопропускные системы. Расстояние от Ярославля до Воркуты. На Северной магистрали появилось новое подразделение дистанции инженерных сооружений. О ее задачах и планах репортаж Александры Стариковой. Более 5 тысяч мостов, путепроводов, водопропускных систем объединила новая железнодорожная структура дистанция инженерных сооружений. В ее состав вошли 6 производственных участков от Ярославля до Воркуты, в которых трудится свыше 500 специалистов Северной магистрали. Задачи у нового подразделения те же, что и раньше – содержание и ремонт искусственных сооружений. Однако объединение разрозненных участков позволит увеличить масштаб выполняемых работ. Появляется возможность выполнения более объемных задач и больших объемов. То есть, например, раньше, когда ПЧИ работало, достаточно трудно было с соседней дистанции, например, взять дополнительные силы, ремонтниковый СО перевести, разные дистанции, разные организации. Сейчас это все достаточно просто делается. Люди работают в одной дистанции, то есть можно осуществить маневр силами, средствами, сконцентрировать все в одном месте. Создание нового подразделения подкреплено внушительной финансовой поддержкой. Уже в ближайшее время на дистанцию поступит новая специализированная техника, различное оборудование и инструменты. Объединение и техническое перевооружение даст возможность выполнять более сложные виды работ, которые не были доступны отдельным производственным участкам. Например, выправка опорных частей мостов, замена гидроизоляции балластных корыт, железобетонных мостов. Но это вот в основном такие трудоемкие работы и которые невозможно без, как бы скажем, дорогостоящего сложного оборудования. Раньше дистанция пути не могла себе позволить, допустим, иметь там домкраты большие. Они и стоят дорого, и к одной дистанции их привязывать не было смысла. Сейчас будет у нас, значит, можно переправить их либо на одну дистанцию, где требуется, где необходимость. Добавим, что в состав дистанции инженерных сооружений вошло еще одно подразделение – дистанция защитных лесонасаждений, которая, как и прежде, будет заниматься содержанием полосы отвода. Реконструкцию железнодорожного участка Хасан Раджин должны завершить в текущем году. Об этом заявил посол России в Северной Корее Валерий Сухинин. По его словам, реконструкция этой линии является частью масштабного железнодорожного проекта по соединению Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали. Практическая отдача от осуществления этого проекта выгодна всем его участникам.